Спасибо, господин председатель. Это вызывает все более тяжелую гуманитарную ситуацию. Франция призывает восстановить без каких-либо условий движение по коридору и движение поставок в Нагорный Карабах для защиты прав населения. Франция призывает к осуществлению обязательства, содержащихся в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Подчеркиваем, что поскольку Республика Азербайджан также взяла на себя обязательства, безопасность перемещения людей, транспорта и товаров через Золочинский коридор в обоих направлениях должна гарантироваться. Франция также требует немедленного, свободного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН, в частности ОВКБ, к затронутому населению, включая через Лочинский коридор. Мы принимаем к сведению, что первая колонна МККК уже организована. Во-вторых, Франция призывает Армению и Азербайджан создавать благоприятные условия для нынешних переговоров и добиваться прогресса путем диалога и без применения силы в решении всех нерешенных вопросов, включая права и гарантии для населения Нагорного Карабаха. Со стороны Европейского Союза Франция продолжает содействовать усилиям, которые поддерживают диалог между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем дальнейший прогресс во всех вопросах переговоров, включая разработку мирного соглашения, делимитацию границ, гуманитарные вопросы, открытие каналов коммуникации с целью достижения прочного мира в регионе, Встреча в Праге в октябре 2022 года с участием президента республики, председателя Европейского Союза, президента Азербайджана и премьер-министра Арвини позволит добиться прогресса. Франция готова и дальше поддерживать стороны в достижении этих целей вместе со всеми нашими партнерами и заинтересованными сторонами. И мы подготовили проект заявления.